Добрый вечер, господа. Начинаем наш двухчасовой вечерний интерактивный канал «Большое реальное время». У микрофона Юрий Проньков. В самом начале, напоминаю, средства коммуникации. Многоканальный телефон 651099, 6, код Москвы 495. Наш портал в интернете finam.fm. Для ваших писем там же идет и прямая веб-трансляция. В этом часе у нас с вами гость в студии прямого эфира Finam.fm. В следующем часе мы будем подводить итоги сегодняшнего дня. Я выбрал четыре темы. Все они крайне важные, крайне интересные, полемические. Начиная от золотых кренделей и заканчивая тем, что вот в России могут заблокировать YouTube. Причина – это скандальный фильм «Невинность мусульман». Кроме того, с Ксенией Собчак в следующем часе мы поговорим о выборах в Координационный совет оппозиции, что будет в сухом остатке. Напомню, что Ксения является одним из кандидатов в этот Координационный совет. Но это следующий час. Здесь и сейчас. Геннадий Гудков. Геннадий Владимирович, вечер добрый. Добрый. Как вы себя чувствуете? Я просто обязан задать этот вопрос. Я душой болел за вас, когда вы выступали в Государственной Думе. Смотрел от начала до конца этот позор. Как мне написал один товарищ в Твиттере, что Геннадий, держись, а репрессии они только очищают. Ну вот я, видимо, очищаюсь от всего. Я в том числе очистился от иллюзий некоторых относительно... От каких? Ну я очистился от иллюзий, что у нас депутаты самостоятельные люди. Даже если они яркие личности сами по себе, как человек. Я очистился от иллюзий, что у нашей власти есть какой-то здравый смысл и готовность к каким-то следовать принципам, моральным, нравственным, не знаю чего. Я очистился от иллюзий, что у нас в стране есть право, есть парламент, есть какие-то процедуры, которые еще соблюдаются в стране. То есть нет, мы играем без правил, борьба без правил, причем со стороны власти это борьба еще и когда судья вмешивается в ход борьбы на стороне власти. Поэтому я очистился от этих иллюзий и делал даже не во мне, делал не в Гудкове, то, что произошло с Думой. Сегодня потрясло мир, я не шучу. Я сегодня встречался с рядом депутатов Бундестага, и они сказали, ты хоть знаешь, что ты в Европе сегодня главный герой. И не только в Европе, я говорю, нет. У нас, говорит, в каждой газете, в каждом телерадиоэфире, в случае в Государственной Думе твоя фамилия. Он мне показал несколько крупнейших немецких изданий, говорит, это не только у нас, это и везде, и во Франции, и в Англии, и в Брюсселе, где угодно. И сегодня твоя фамилия уже становится именем нарицательным, когда мы говорим о России, о ее конституции, о конституционных порядках, о парламенте, о курсе власти, о курсе Путина на новый срок. Поэтому твоя фамилия является одним из вот сегодня таких обязательных и кивоков, обязательных примеров. Илья Иванович, можно было бы порадоваться, да, такой популярности. Наверное, было обидно, да, услышать в зале, когда он кто-то крикнул Иуда. Ну, правда, он быстро спрятался, я так и не знаю, кто это сделал, потому что потом... А почему его послали? Ну, вы знаете, я все-таки человек живой, и когда я все-таки пытаюсь говорить о политике, пытаюсь говорить о стране, пытаюсь говорить о будущем, пытаюсь говорить о российском праве и конституции, вместо того, чтобы со мной, скажем, хотя бы, ну, как-то какая-то подобие полемики была, дебатировать со мной, какой-то, ну, ладно, там не парламентская лексика дальше, вот орет, больше ничего не нашел у меня. Причем при этом я опустил, начал движение, начал, опустил глаза вниз, и когда я поднял, я просто не увидел, откуда сходил звук, ну, и, естественно, инстинктивно забыв о том, что включены на трибуне микрофоны, я его послал нахрен, сразу предупреждаю, нет, там мата не было, но была довольно жесткая. И добавил еще одно слово, которое мы называем вот этих милых, пушистых, парнокопытных, так популярных сегодня в других наших анекдотах. — Вы не пожалели потом об этом? — Нет. — Что не сдержали себя? — Нет, не пожалел, не пожалел, потому что они уже доводят людей до остервенения, до озлобления, они думают, что все это безнаказанно можно делать бесконечно, они испытывают терпение и народа, и лидеров оппозиции, они испытывают сегодня терпение страны, так нельзя, это все кончится большой бедой. Мне несложно делать долгосрочные прогнозы. Вот у нас в стране проблемы краткосрочных и очень быстрых прогнозов, а вот долгосрочные делать очень легко, потому что долгосрочные прогнозы подчиняются объективным факторам, они почти не зависят от различных случайностей. И если, допустим, доллару суждено, вернее, евро суждено дешеветь, оно будет дешеветь. Оно может в каких-то периодах, в каких-то сроках колебаться и даже расти, но ему суждено, например, дешеветь и где-то выходить на уровень доллара, евро, оно будет дешеветь. Это долгосрочный прогноз, который обязательно сбудется, или наоборот там что-то. Или, допустим, совершенно понятно, что будет девальвироваться рубль, будет девальвироваться не только рубль, а ряд других мировых валют, потому что нет возможности выполнить обязательства, которые сегодня в долг взяли на себя страны, их экономики, их народы. Поэтому совершенно очевидно легко делать долгосрочный прогноз. Это долгосрочный прогноз при сохранении нынешнего курса масштабное гражданское столкновение. Вопрос времени. Я в этом глубоко убежден, и это не только я, это огромное количество людей думают, примерно мыслят так же. Конечно, будущее многовариантное его можно изменить, но судя по сегодняшней ситуации, власть этого не понимает, не желает никого слушать, считает себя во всем правой. И считает, что нужно мочить сортири, замочить сортири всех лидеров оппозиции, и тогда она получает стабильную зачищенную достояние кладбища страну, но она не понимает, что вся эта стабильность, она просто взрывается гораздо сильнее, чем это можно ожидать. Я это все видел в 90-е годы, мы знаем это по нашей истории. В 17-м году же никто не верил, что какая-то будет революция. Никто не понимал, никто не знал, и даже в самых смелых прогнозах этого не было. Иначе что же, неужели наша интеллигенция, лучшая часть, образованнейшая часть, давайте говорить так откровенно, наша элита экономическая, которая детей учила в Кембриджах, в Оксфортах, в Сорбоннах и так далее, которая была вхожей куда угодно, которая имела доступ к любой информации, они потом, как зайцы, драпали от красных в одних подштанниках. Все эти миллиарды по сегодняшним долларов, по сегодняшним ценам, они остались там в бумажках, в имуществах, которые они потеряли, их ни черта не было за рубежом. Мы же знаем с вами по фильмам о вот этом белогвардейском, белогвардейской эмиграции, что там они, граф стоял на, как швейцар, в каком-то ресторане или в гостинице, графья стояли. Граф Юсупов был во дворце, рассказали историю. Граф Юсупов, богатейшая семья, один из толпов самодержавия и вообще государства, построил дворец, по моим меркам сегодня, по моим оценкам, миллионов за 120 долларов по сегодняшнему, в декабре 2014 года. Очень считал, что ему очень повезло, когда он живым, здоровым вместе с своей супругой, молодые они были, еще там, тридцатник с небольшим, выехали во Францию, успели выехать во Францию, и там он работал всю жизнь на такси в парижском, представляете, граф Юсупов. То есть вы считаете, ситуация... А жена, жена у них комедистка, этой самой, модистка была в каком-то ателье, они считали, что им очень повезло еще в жизни. Вы представляете? То есть они проспали, прошляпили, умнейшие, образованнейшие люди, вхожие там во все кабинеты царского и царской империи, не только, вхожие во все дома Европы, не поняли, что произойдет со страной через некоторое время. Все повторяется? У нас ждет какой-то более ужасный вариант 1991-1993 годов, если мы не остановим это безумие, которое сегодня происходит со страной. Игорь Владимирович, вот простите за жарганизм, а кто вас заказал, как вы думаете? Кремль. Вот вы постоянно говорите, они, да, власть, вот вы персонально можете назвать? Ну, это система, я могу сказать, там отдельные организаторы-исполнители, а в принципе это система политическая, задача, которая задавить, уничтожить своих политических оппонентов. Но система работает под управлением президента, означает ли это, что президент дал команду на расправу? Я не думаю, что может быть, я не знаю, давал ли Путин команду или нет, все-таки он президент. Ну, то, что не могли не согласовать такого вопроса, по которому шумит вся эта группа. Не могли не согласовать. Не могли не согласовать, такой вопрос совершенно очевидно. Все равно это был какой-то либо кивок, либо согласие, либо одобрение, либо там пожелание. Наверняка это было, да не наверняка это 100% было И конечно, ну как глава государства не знает, что творится в парламенте События, которые сегодня уже там во всех мировых СМИ События, которые сегодня осуждены там европейским парламентом Сейчас будет парламентская ассамблея стран Европы Там тоже это все войдет, все это опять будут России перемывать там косточки И ведь эта история еще не закончилась, они там и собираются дальше там в уголовном порядке Меня преследуют, насколько мне уже известно Вот, ну то есть это позорище, мы опять уничтожаем Россию Они сейчас будут мне там придумать какие-то там преступления, которых я не совершал Был бы человек, кстати, и найдется Вы боитесь? Ну, конечно, боюсь, но страх свой преодолеваю, конечно, боюсь Кто же хочет в тюрьму? Кто же хочет там... А вы думаете, до этого дойдет? Я, знаете, как оптимист, я говорю, что наверное нет А как пессимист, я говорю, конечно, да А как реалист? А как реалист, может быть Может быть Геннадий Гудков сегодня в реальном времени на Финам.фм Ваши вопросы на финам.фм Там же идет и прямая веб-трансляция Пишите и звоните на 65 10 99 6 Код Москвы 495 Реальное время, это реальная площадка для дискуссии 19 часов 16 минут Это реальное время Финам.фм Здесь Геннадий Гудков Жизнь после Думы Так я назвал сегодняшнюю нашу программу Я в шутку говорил, есть ли жизнь после Думы Оказывается... Есть 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 А чем же Она есть, безусловно Потому что Дума, во-первых, сегодня себя обанкротила По большому счету Центр политических решений, политической борьбы Пришел из Думы на улицу К сожалению Но это вина власти Это не вина оппозиции И, конечно, сегодня легитимность Думы Она абсолютно не оставляет никаких сомнений То есть Дума лишь частично легитимна Все прекрасно понимают, что никакого большинства Там у единороссов поминей нет И тем, как бы, жестче реакция Когда идет злоупотребление большинством Знаете, вот злоупотребление полномочиями Злоупотребление чем-то А здесь злоупотребление большинством, которые ворованы Но все-таки, как вы думаете Как вы считаете, почему они решили расправиться? Ну, это показатель... Давайте честно говорить Вы работали в госбезопасности Вы, кстати, никогда это не скрывали Да при чем здесь госбезопасность? Я, кстати говоря, всегда гордился Считаю, что очень хорошая школа Она мне очень много в жизни дала И пока дает Вот, не в этом дело Дело в том, что я ведь не единственный Кто оказался на пути вот этой репрессивной машины Вот это безумное дело на Алексея Навального С обысками его родителей Там вот этих крюшек там Кого там кроличков Этих жирафчиков там обыскивали Не знаю, но смешно Это вот демонстрационная акция Обысков 11 июня По целому ряду адресов Кстати, там и моя фамилия стояла Но потом решили Этого пока не делать Это, допустим, там всякие Да, поступок пусть и райд плохой Но приговор хуже в десятки раз Это все понятно Но как вы думаете, почему именно вас выбрали? Вот так? Ну, я наиболее активный Отобрать бандит? У меня наибольший авторитет Народ все-таки, по крайней мере, мне верит То есть я в жизни очень редко чего-то говорил неправду И, наверное, это чувствуется Поэтому народ мне верит И он, когда я говорю, что провалилась реформа МВД Провалилась Когда я говорю, что под Москву разворован Народ не верит Вам было приятно, когда 15-го вам устроили овацию на Сахарова? На Сахарова? А, 15 сентября? Ну, любой человек любит овацию Любой человек любит овацию Но не в этом дело Дело в том, что Просто сама страна идет не в том направлении И там можно устроить овацию Или можно бросать в тюрьму Дело в том, что ведь рано или поздно Это с нами, со всеми что-то случится И когда вот это начнется Там уже будет поздно вспоминать, кто был прав, кто виноват Я это наблюдал в 91-м году Я же говорю, я оказался Как и многие туда сотрудники Московского управления УКГБ В центре событий, по сути дела Альфа должна была идти На штурм, а мы на плечах Альфы Вот нам там всем раздавали Бронники там, автоматы, подствольники И прочее, прочее Подгоняли эти БТРы К зданию управления Все это было уже не шутки Это не учебная тревога Это не учения какие-то Это уже все Нужно было стрелять по людям Нужно было их арестовывать Нужно было там что-то еще делать И вот хорошо, что тогда не нашлось ни одного буйного Как я вспоминаю слова Высоцкого Настоящих буйных мало, вот и нет у Жаков Ни одного буйного в той власти Которые бы отважились на письменный приказ И почему тогда не пошла ни Альфа, ни Московское управление Не вымпел Потому что ребята тогда потребовали письменного приказа И не нашлось ни одного должностного лица Который этот приказ бы им подписал Я не уверен, что сегодня Не найдется человека Который подпишет такой приказ Стрелять в собственный народ Очень боюсь этого И мне кажется, что Слишком далеко мы уже начинаем заходить Но, к сожалению, подчеркиваю Во всем, что происходит со страной Виновата власть Потому что все эти проблемы Это наши чисто внутренние Если там еще можно списать Где-то на Кавказе Частично на иностранные влияния На какие-то там Исламистские организации То вот эти проблемы исключительно Носят абсолютно внутренний характер И они исходят из того Что общество не хочет жить во лжи По крайней мере, часть его Наиболее прогрессивная Наиболее умная Наиболее самостоятельная Которая говорит Нет, мы больше не хотим этого обмана Не хотим этих фальсификаций Не хотим этих бонус несменяемых Которые уже Мы знаем, до чего страну доводят Мы не хотим вот этих Разных картинок в жизни И на телевизоре Ну и так далее Много чего не хотим И давайте жить нормально Как живем во всем мире Хватит нам того Чтобы нам навязали эту модель Уже там на протяжении многих Десятилетий до того И в советское время И в царское и прочее Ведь 200 лет прошло Почти после Пугачева После декабрьского восстания Вы знаете, ведь идеалы Декабрьского восстания Не реализованы в России до сих пор Вы думаете, пришло время? Пришло Либо мы теряем Россию Либо мы делаем Россию Современным цивилизованным государством В России есть все Для хорошей жизни В России нет нормальной власти И нет С точки зрения Там, что люди во власти Хорошие или плохие Нормальной системы управления Которая не зависит От воли От глупости ума Или дури кого-то Одного Или его окружения Которая не зависит От совершенно Абсолютно непродуманных Законов Правил Которая не зависит От вот Вся этой системы Круговой поруки Ну и так далее То есть У нас нет ни суда нормального Современного Ни парламента Ни контроля за властью Ни ротации этой власти Ни нормальных средств Массовой информации Которые там Национальные все Под колпаком Под каблуком И к ногтю прижаты Поэтому в такой стране Не может быть Эффективного развития И богатейшая страна мира До сих пор Не может обеспечить Даже условиями выживания Примерно Одной трети Своего населения Это позорище Я слышал такое мнение Что вас наказали За то Что вы предали Некий Неписанный кодекс Что Да В России Есть масса людей На государственной службе Либо Вот ваши бывшие коллеги В государственной думе Которые имеют бизнес Власть В общем-то Не смотрит на это Или смотрит сквозь пальцы В каком смысле Заниматься бизнесом Это криминалство И вы ушли в оппозицию Вы ушли в оппозицию Вот за это вас решили наказать То есть если бы вы остались Вне оппозиции Вы бы так Я присягал В свое время Советскому союзу Когда принимал присягу В 78-м году Вот я Присягал На работе В спецслужбах Служить народу И закону Я это делал И когда Оказалось Что государство Которому я присягал Исчезло Я просто покинул Систему Я ни у кого Ничего не просил Я не получал Ни каких бюджетных заказов Я не получал Ни каких грантов Я не получал Никакой протекции Те компании Которые создавал С нуля Вы создали Очень успешный Охранный холдинг Я создал Очень успешный И лучший в России Охранный холдинг Но это результат Моей работы Работы моей команды Мои Менеджеров И так далее Вообще сотен И даже тысяч людей Я при этом Не опирался Ни на какие-то Индульгенции Ни какие-то там Поблажки Наоборот Я всю жизнь С 92-го года Борюсь с полицейским Произволом В этой сфере Борюсь за нормальное Законодательство Я крайне неудобная Фигура Для всей этой Лицензионно-разрешительной Системы Они это прекрасно знают И так далее И тому подобное То есть у меня Не было Чтобы мне сказали Гена Вот мы тебе даем это Мы тебе даем Вот это А взамен вот это А взамен лояльность Никогда такого не было То есть они знают Что с вами бесполезно Разговаривать Да Поэтому со мной Пытались договориться Не буду скрывать Я не могу сказать Что они сразу пошли На такие жесткие меры Пытались договориться Пытались как бы Изящно купить Но условия были неприемлемы Я должен был публично Отказываться от того А на что вы тогда Рассчитываете Геннадий Владимирович Вот вы мне сказали Что вы не исключаете Что вас могут посадить Да Вы говорите о том Что не исключено Что на вас заведут Уголовное дело Вот тогда вы на что Рассчитываете Если посадят Я рассчитываю Я рассчитываю Я рассчитываю на то Что ситуация в России Политически меняется Я рассчитываю Что в стране появилось Гражданское общество Я рассчитываю на то Что роль общественного мнения Будет все выше и выше Я рассчитываю на то Что внутри власти Самой начнутся Серьезные процессы Размежевания И вот это сегодня Воинствующее Агрессивное крыло Во власти Которое сегодня доминирует И вот у них лозунг Мочится артерия до конца Оно все-таки Будет оттеснено На задворки Политические И на первый план Выйдут лидеры Которые Будут формировать Иную повестку Потому что Риск Потопить страну В гражданском конфликте Слишком велик А если это не произойдет Ни завтра И ни послезавтра Тогда значит Буду ждать Когда Напомните Когда Извините Конечно За наивность Как у Пушкина Да Во глубине Сибирских руд Храните гордое терпение Не пропадет Ваш долгий Ваш скорбый Труд Как там И так далее Вот Ну что придется Только на это рассчитывать Потому что У вас дети У вас жена Ну в конце концов Вы же понимаете У меня взрослые Слава Богу Но тем не менее Самостоятельные Умные Я надеюсь Что они Не опозорят отца И дело продолжат И сумеют поднять Своих уже детей Моих внуков Вот Жена у меня Дикобриска По своей природе Ну значит Должна следовать Или должна терпеть Одно из двух А может и то и другое Вот поэтому Ну что Я на самом деле Но тем не менее Я вижу Что у вас Комок горла Подступает Вы же осознаете Конечно Конечно Знаю Конечно Я понимаю Но Отказываться От своих взглядов Убеждений Я все время думал Что вот Как люди Оказываются В такой ситуации Вот Два примера Да И правда С обоими Великими людьми По-моему У нас Коперник Да И Джордана Бруно Правильно Два у нас Ученых Средневековые Пришли к выводу Что земля все-таки Не имеет формы чемодана Не покоится Там на китах Слонах И так далее Один зашел на костер Не отказавшись От своих убеждений А второй Дрогнул В самый последний момент Не думаю Что Джордана Бруно Мечтал закончить Будучи умнейшим человеком Философом Ученым Не думаю Что он мечтал Закончить свою жизнь На костре Ведь ему было предложено Откажись Отрекись И Церковь тебя помилует Но он предпочел Погибнуть За свои убеждения Причем делал Это совершенно Вы готовы Погибнуть за свои убеждения Конечно Я нащи Как любой нормальный человек Я Вот из этого ящика Пандора Цепляюсь за то Что там осталось За надежду То есть есть все-таки Предел До которого Вы будете Готовы идти Это не от меня зависит Я Сегодня Завишу От внешних Обстантов Знаете Как действия власти Всегда признаются Форс-мажором Поэтому я Так же Как и любой нормальный Гражданин Любой гражданин Российской Федерации Зависим от Сегодняшнего Форс-мажора Действия Сегодняшней власти Какими они будут Противоправными Противозаконными Или они все-таки Остановятся Или они все-таки Поймут Что договор С гражданским Обществом Лучше войны Я не знаю Как они будут Действовать дальше Я думаю Что не так много Времени пройдет Прежде чем мы это узнаем Но Я в данном случае Не могу поменять Тех обстоятельств Которые сегодня Не на моей стороне Кроме Общественного мнения Кроме Поддержки Прямой народа Кроме Поддержки Остатков Закона Который еще В России есть Я ни к чему Апеллировать Не могу сегодня Еще раз подчеркиваю Что Когда со мной Пытались договориться Условием Был такой Отрекись Отрекись Осуди Сделай это публичный И тогда Все ты сохранишь Тогда давай Там карьера Твоему сыну И так далее Вы положу руку на сердце Можете сказать Что те обвинения Которые вам предъявили Из-за которые У вас отобрали Депутатский мандат Это ложь Я могу сказать Еще больше Что вот Весь этот скандал Который сегодня устроен Из-за депутатов Да Из-за взаимных обвинений Это полная чушь За редким исключением Вот все Что делал Гудков И все Что делает сегодня Даже большинство Вот как мы там Шутим Золотых кренделей Или кренделей На самом деле Укладывается сегодня В нормы Существующего Российского законодательства Ну за редким исключением Там Директором нельзя Генерально быть Подписывать платежки Принимать Увольнять персонал Получать зарплату Все остальное можно Нет никаких Правовых пробелов Нет никакой Двусмысленности закона Нет никаких там Юридических Неточностей Там есть Небольшая коллизия Отдельных норм закона Но Они На это коллизия Легко объясняется Не самим Как говорится Духом закона То есть И сегодня Даже вот эти там 93 выявленных депутата За редким исключением Единой России Которая владеет Большими Бизнес-активами Ничего не совершают Противоречивающего Российскому закону Я вам Говорил Вот как на духу Просто уж Коль пошла такая пьянка Режь последний огурец И пошли конечно Взаимные обвинения И они будут продолжаться До тех пор Пока видимо Не будет переизбрана Эта дума Как средство Как один из Как разменные карты Для гражданского мира Если вдруг власть Пожелает его сохранить Вот поэтому Вот все Что это придумано Это не более чем Операция по удалению Гудкова Я даже допускаю Что может последовать Операция прикрытия При котором там Кого-то Выгонят из думы Скажут Вот видите Сегодня появилась Публикация на эту тему Ну это просто Прокачка общественного мнения Прокачка ситуации Потому что там Любой депутат Который там попал В ИГРУЛ И является генеральным директором А там есть несколько человек Которого являли Или там Скрыл какие-то активы Конечно может быть Удален Но я даже думаю Допускаю так Что ему скажут Там Вась Ты классный парень Мы тебя ценим Любим Знаем Какой ты у нас активный Вот ты вот попал В расклад Понимаешь Мы должны вот Чтобы этого Оправдать удаление Этого засранца Гудкова Мы тебе должны лишить мандат Ты не волнуйся Ты посиди спокойно Съезди Отдохни Там месяц-другой Попей пиво Съезди на дачу Пообщайся с друзьями Через два месяца Мы тебя интегрируем В какую-то структуру Тебе плохо не будет Мы тебя компенсируем Все это с лихвой Я не исключаю Что такая договоренность Может быть достигнута Хотя даже И эта сама опасность Быть избранным Какой-то сакральной жертвой Для того Чтобы отмазаться От дела Гудкова Все равно Может вызвать Серьезное брожение В Единой России Да уже вызвало Вот я сегодня Ходил по думе Но я не знаю То ли депутаты Единороссы Сговорились То ли не сговорились Каждый здоровается Ко мне Говорит Извини старик Я не мог Я не мог Я не смог преодолеть Вот свой Так сказать Давление начальства Давление начальства Мы продолжим наш разговор С Геннадием Гудковым Сразу после краткого Выпуска новостей Пишите свои комментарии Вопросы На finam.fm 19 часов 33 минуты Реальное время Сегодня у нас На finam.fm Геннадий Гудков 65 10 99 и 6 Кот Москвы 495 finam.fm Это наше Средство коммуникации Я подключил свой Личный аккаунт В Твиттере Туда тоже можете писать Геннадий Владимирович Задам вопрос Который мне самому Неприятно задавать Но я его задам Как профессиональный журналист Чем больше Я слышал такую историю Что вы на самом деле Такая спецоперация Ваше удаление Из Госдумы То ли ваши коллеги По государственной безопасности То ли власть в целом Вас катапультировала Из охотного ряда Для того чтобы Если вдруг что Как раз Гудков наш Он будет там И наши все дела Порешать Я очень утрирую И можно даже сказать Простебываю это Но тем не менее Да действительно Дуболомство Кремлевских политтехнологов Может подтолкнуть И к этой абсурдной мысли Что действительно Гудкову-то раскручивать Вот И на самом деле Раскручивают Действительно Потому что Хоть и дорогой пиар Он достался Очень дорогой ценой Возрушение компании Которую там 20 лет создавал С трудом Многих сотен людей Ну и так далее То есть личные неприятности Гонения Вот Но На самом деле Тогда следует предположить Что Вообще Так как есть еще Гудкова-Дмитрий То целесообразно Для исторической перспективы Внедрить не меня Его А меня тогда надо Просто еще Для того чтобы Уж был Несгибаемый имидж Борца с режимом Сейчас посадить Да и желательно Как Магнитского Еще и уморить И тогда Имени Гудкова Назовут Проспекты Победившие Или наоборот И Дмитрий Гудков Однозначно Становится Фигурой В оппозиции Но если не номер один То там Входит в призовую тройку В принципе Можно пойти И по этому пути Как говорится Довести Гудковым Старшин до конца Но зато Гудков Младший Будет точно Внедрен В ряды оппозиционеров И займет там Подобающее место До абсурда Можно довести Любую ситуацию Но я тогда Не возражал бы Может против такого Варианта При одном условии Что меня хотя бы Заранее предупредили И морально К этому подготовили От беда Только одна Если кто и знает Об этой операции Сохраняйте великолепное Чувство юмора Да Если кто и знает Об этой операции То почему меня Об этом не предупредили Сказали Ген Ну ты терпи Понимаешь Это все не по наружке Мы тебя в самый последний момент Когда палач занесет Уже топор над твоей головой Мы тебя с плахи Ты уберем А там куклу какую-нибудь Подсунем Ну народ Ну а ты у нас будешь героем А мы тебя Переименим тебе личность Уберем ее живот Там покрасим те усы И отправим тебя Спокойно доживать На юг Франции Будешь поплевывать Смотреть на море Дадим тебе какую-то Новую фамилию Ну а здесь люди Которые будут внедрены Они тут сделают свое дело Можно такой план разработать Я готов помочь Кремлю Вот в этом отношении Видите у меня мысль Идет дальше Вот смотрите Вы вновь произносите Слово Кремль Да Но когда я вас спрашиваю Про президента Путина Вы как-то уходите От ответа То есть Ну вот я хочу понять На ваш взгляд То есть вы сказали С ним точно это согласовали Да Не могли не согласовать Отмашка была дана Вопрос настолько Мирового масштаба Уже получился А может быть Владимир Владимирович Вот действительно У него взыграл Такой корпоративный Ваш интерес Но все-таки В одной службе Вы работали Ну а почему Занимается этим Куратора внутренней политики Который никакого отношения К ЧК не имеет Вячеслав Володин С которым мы работали В третьей и четвертой думе Вы хорошо знаете Да Мы с ним на третьем Что давно Друг друга знаем И вот он курирует Внутреннюю политику Сейчас как Главный Кремлевский куратор Его заместитель По сути дела Начальник Главного управления Олег Морозов Который тоже Очень хорошо знаю Очень хорошо к нему отношусь Чисто по-человечески Между прочим Одаренный В музыкальном отношении Мы с ним как-то Даже там В три-четыре руки Много играли на фону Был такой период У нас В неформальной обстановке Очень Правда Одаренный Человек Вы их более чем Хорошо знаете Я прекрасно знаю Даже вот я могу сказать Что Такая симпатия есть К тому же Морозову Допустим С Володиным вроде Никогда не ссорились Не ругались Тем не менее Они отрабатывают Вот эту команду Как говорится До конца Какие они чекисты Они чекисты Как раз чекисты Ну да Там есть чекисты Безусловно Я знаю Что там ФСБ является координатором Все это операции Плана по устранению Гудкова из политики Или там Из Думы Я это знаю Они и сами Особо не скрывают Особенно в последнее время И на допросах Присутствуют Допросы И повестки развозят И жену там Пытаются упаковать В машину Сотрудники ФСБ То есть Если они раньше Еще там прятали Как говорится Уши Уши не торчали Раньше Сейчас эти уши Торчат Там до них Не торчат Просто Уже Ксивой Представляются Эти уши Госбезопасность Сейчас в России Кому подчинена Кому подконтрольна Владимир Путин Конечно Персонально Парламент Ну Простите Парламент Является Драматическим Вопросом Парламент Является Статистом Процесса В отношении Почти всех Процессов Проходящих в стране Такие То есть Это не самостоятельно Такие Статисты Которые Вот где-то Чего-то С умными лицами Сидят Им есть Им дали Сопределенный Статус За то Что они сидят Никуда не вмешиваются И вот Вроде бы Как внешний Атрибутик Уважения С уважением С уважением Дорогие там Депутаты Ну на самом деле Не полезны То что мы Вносили То есть Никто не поднимает Эти вопросы Нет А зачем А почему не поднимают Ваши коллеги По фракции Справедливая Россия Вот сегодня Стало известно Что Три депутата СССР Ну они вышли Из крупного бизнеса И наверное Сделали такое предложение От которого Трудно было отказаться А как вы думаете Какие предложения И мы согласились С тем что Не будем уж Подставлять их Под карающий топор Диктатуры Сегодняшней Ну пусть они там Прогласуют И отзовут Вам неприятно? Мне неприятно Что у нас страна такая Мне неприятно Что у нас нет Что у нас Сплошное лицемерие И двойные стандарты Мне неприятно Но мне неприятно Не их позиция Мне коробят позиции Самой власти Которая С удовольствием Ломает их через коленку А вот Я все таки спрашиваю И задам этот вопрос Поведение Сергея Миронова Фракции Справедливая Россия На ваш На то событие Которое Было в минувшую пятницу Когда у вас забрали Депутатский мандат Вы считаете Было адекватным? В этот момент Абсолютно Потому что Может быть Он мог бы вступить В борьбу чуть раньше Но то что Все он сделал Последнее время Абсолютно правильно Грамотно И я чувствовал Совершенно такую Серьезную искреннюю поддержку У нас было очень много Кулуарных совещаний У активов фракции Со всей фракции С бюро И там мы действительно Пытались отработать Совместные действия Которые были направлены На реальную мою защиту Что у вас очень сложные Отношения с Мироновым К чему? Кто сказал? Ну говорят Ну говорят Что Что вам предупреждение Делали На фракции Что ну может быть Не Миронов А другие члены Сказать что у нас Нет никаких Сполаг разногласий Это неправильно Это неправильно Но слава богу Что они у нас есть И слава богу Что мы находим Силы в себе Сражаться За разные точки зрения И находить общий язык И работать сообщением Нет Это сильно преувеличено В пятницу было понятно Что депутатский мандат У вас отберут Сергей Миронов Вам внес Какое-то предложение О дальнейшей Вашей судьбе Карьере Ну мы еще Эту тему В деталях Не обсуждали В любом случае За мной сохранено Место во фракции Место в совете фракции За мной Сохранено Любое место Любого помощника Если я захочу Но я наверное Буду просто экспертом Вот после всего Произошедшего Чего вы сейчас хотите Ну сейчас я хочу Немножко отдохнуть Все таки Давление 4-х месячное Столько тяжелое Хотя бы там 3-5 дней Хотел бы побыть с женой И просто Просто отоспаться Я бы даже так сказал Вот А потом я буду делаться То же самое Без мандата Потому что Мандат всего лишь Давал некоторые Некоторые возможности Которые сегодня С лихвой Компенсируются Возросшей моей популярностью И вот этой раскруткой Поэтому я думаю Что я буду делать То же самое И Пронесу Пользу Стране И народу Абсолютно Находясь в оппозиции И Объясняя Что нельзя делать Стране Куда нельзя идти Ну вот Несмотря на тот позор Который я думаю Все испытали 14 октября Во время заседания Вот там Ну по крайней мере Те люди Придворные Придворные Социологи Быстренько Сочетали Что там Я в курсе Потому что Давайте вспомним Все их предсказания По выборам Государственной Думы Ну что там Насколько безоговорочно Давали победу И не на Россию Что просто Все думали 70 будет процентов Или не будет 70 Или будет 80 Или будет все-таки 66 На самом деле По-настоящему Там 35 не оказалось Вы знаете Когда я увидел Итоги голосования В ночь Да 146 процентов Я был Да Я был шокирован Конечно Ну ладно Не о них Геннадий Иванович Я все-таки Вас считаю Очень успешным И политиком Экс-политик Экс-бизнесмен Но пока еще Но вот все-таки Может быть Вернуться в бизнес Зачем Я в 35 лет Пришел в бизнес После органов Госбезопасности Провел в нем Достаточно много времени 20 лет Люди вкладывали В развитие компаний И добились того Чего добились Ну скажем К 10 Там где К 12 Году Повторить эти пути У меня еще нет Просто лишних 20 лет 56 плюс 20 Это такой возраст Там уже Неизвестно Где я в этот момент буду Жизнь только начинается Нет Нет Я реалист Да Я конечно хочу жить И до 80-90 Но я прекрасно понимаю Что очень много людей Покидает наш мир Значительно раньше У меня нет У меня нет просто лишних 20 лет Чтобы все это восстановить Или хотя бы 10 Поэтому конечно В бизнес я уже Не вернусь Не вернусь Я буду заниматься Общественной работой Политикой Буду приносить Если будут молодые ребята Приходить к власти Действительно Будет что-то меняться Я готов быть у них Там советниками Советником Помощником Потому что Опыт у меня Действительно большой И я думаю Что он может быть Сегодня востребован В любой сфере Государственной деятельности Поэтому Ну дай бог Но вы надеетесь Что вы вернетесь На охотный ряд Я убежден Что я Если захочу Вернусь на охотный ряд Подчеркиваю Почему я говорю Если захочу Если сегодня Будет какой-то Консенс Ротация власти Я бы лучше Поработал бы Где-нибудь На серьезной должности Правительства Ну например Куратором силового блока С целью проведения Настоящей реформы Наведения порядка Для того чтобы Правоохранительная система Была правоохранительная система Чтобы спецслужбы Были спецслужбами Чтобы следствие Было следствием А не то Что у нас сегодня Это есть Но наверное Это будет Не в президентство Владимира Путина Кто знает Вы знаете Как говорится Никогда не говори Никогда Я не знаю Что у Владимира Путина В голове Внутри Вы с ним знакомы Ну не близко Мы с ним знакомы Мы с ним Отключались В каких-то Различных форматах даже несколько раз здоровались за руку. Но не в этом дело. Дело в том, что все зависит от того, что у него там внутри в голове. Если он считает, что все, вот он достигла страна благоденствия и благолепия, и ничего менять не надо, и все замечательно и хорошо, есть какая-то там кучка маргиналов и горькунов, которые говорят, что все плохо, которым просто нужно заткнуть рот, и тогда будет все хорошо, тогда, конечно, никаких шансов нет. Если все-таки после каких-то определенных раздумий будет консенсус между гражданским обществом и властью, а консенсус это не может на мелочах. Вот эти декоративные меры, которые там пытались, пыталась власть обмануть народ, но они не пойдут. Речь может идти о изменении, полном изменении избирательного законодательства, проведении новых честных выборов, перевыборов в Госдуму по новым правилам. Речь может идти о серьезных политических реформах, направленных на независимость суда, формировании механизмов контроля за властью и так далее. Каких-то гарантиях честных выборов президента в восемнадцатом году и прочее, прочее, прочее. Если вот такой консенсус вдруг будет достигнут между властью и обществом, я думаю, что тогда можно и коалиционное правительство говорить о коалиционном правительстве. Вот. Но это как бы такой оптимистический, фантастический вариант, пока нереальный. Хотя, на самом деле, он может стать реальным при любом ухудшении экономической ситуации. И какая разница, кто-то, да, будет у руля. Путин представляет из себя, при всей, так сказать, сложности сегодняшнего отношения к нему, сегодняшнюю политическую реальность. Я когда задаю вопрос на оргкомитете, где там есть люди гораздо более решительно, так сказать, настроенные, или, по крайней мере, более решительной риторикой, я говорю, ребят, давайте так, вот что для нас самое главное? Там, чтобы Путин ушел, или чтобы реформа в стране была, и чтобы страна избежала вот этой повторения трагической участи, что было там в 17-м, 91-м и прочих годах критически. Они говорят, нам нужна политическая реформа. Вот так давайте, если пока есть возможность договориться, давайте договоримся. Если мы убеждаемся в том, что нет, тогда уже должна быть другая борьба. Геннадий Гудков в реальном времени на Финам.фм после краткого выпуска новостей, ваши звонки и письма. 19.50, это реальное время, Финам.фм, здесь Геннадий Гудков, сейчас интерактивное общение ваше с моим гостем, 651099,6, код Москвы, 495 для звонков, финам.фм, это портал для писем, там же идет и прямая веб-трансляция, и вот на мой личный аккаунт в Твиттере пришел такой вопрос, реальна ли передача вашего мандата Олегу Шейну? Скорее всего нет, потому что по правилам идет кто-то из списка, который был за моей спиной, а там 10 человек, и партия может выбрать любую фамилию вот именно из этого списка. Сейчас известна эта фамилия, нет? Ну, вторым шел Кричевский, третьим шел тоже там хороший парень, профессор, доктор, по-моему, наук тоже. Там достойная аккаунтатура есть, несколько человек. По регламенту сколько времени? По-моему, 10 дней, если суд не приостановит действия вот этого постановления государства. Вы подали в суд? Вчера консультировались, совещались, сегодня еще идут консультации, поскольку я не исключаю, что в Верховный суд мы подадим чуть позже, когда Конституционный суд примет производство, то письмо, которое подписали 116, ну, минус 3, 113 депутатов Госдумы. Вы надеетесь, что решение может быть вашим пользователем? Я нет, я на самом деле не надеюсь, я реалист. Но все равно будет Конституционному суду крайне сложно написать откровенную галиматью, которой, по большому счету, сегодня прикрылись единоросс и лишая вместе с ЛДПРовцем лишая меня полномочий, подчеркиваю, не неприкосновенность, а лишая полномочий. Без суда, без следствия, без экспертов, без проверки, без ничего. Вот просто решили, что я не соответствую этому гордому званию и проголосую. Но, тем не менее, вы будете подавать в суд и добиваться? Нет, обязательно будем подавать, потому что сегодня подача в Верховном суд, она малоэффективна, но она дает возможность обратиться в международный и хотя бы доказать всю абсурдность вот этой ситуации. Если нашим судям стыдно признать абсурдность этой ситуации, то пусть за них сделают это международные товарищи. Надевайте наушники. Да, пожалуйста. Геннадий Гудков в реальном времени на Финамо ФМ. Добрый вечер. Алло. Как вас зовут? Добрый вечер. Меня зовут Геннадий. Я из Нижнего Новгорода. Тезка. Я бы хотел поддержать вашего собеседника сегодняшнего гостя. Геннадий, это уже тезка. В принципе, я только могу поздравить, что ему удалось выпрыгнуть из этой засталиненной организации. Я поддерживаю его борьбу. Пусть не сдается. Народ и граждане с вами все прекрасно понимают. Все эти смешные опросы давным-давно никого не интересуют. В общем-то, хотелось бы от того поддержки выразить. Геннадий, спасибо, это очень важно. Спасибо вам огромное. Дальше идем. Добрый вечер, вы в эфире. Алло. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Виталий. Да, Виталий. Хочется, чтобы Геннадий Васильевич такую вещь прокомментировал. Геннадий Владимирович. Геннадий Владимирович, простите. Значит, господин Путин в свое время заявил, что он своих не знает, а господин Гудков работал в системе, и вот для меня, например, очевидно, что господа, которые у нас сейчас сидят по Лондонам, сидят там только потому, что просто знают, не имеют информацию, за которых лучше отправить подальше. Вот, видимо, у меня такой вопрос. Либо у господин Гудкова нет информации, либо кто-то вот, либо свои все-таки сдают. Дело в том, что я, наверное, не свой для них, поскольку слишком много себе позволяю, слишком часто критикую, слишком откровенно рассказываю о том, что у нас происходит с Россией. И поэтому я думаю, что я давно для них не свой, а просто некий раздражающий фактор, который надо желательно устранить. Ну, а операцию по устранению разработана, вы же видите. А вот Алексей спрашивает вас, Сармин, его фамилия, почему же так ЛДПРовцы легли под Единую Россию, не боятся, что их тоже выкинут из дома? Я думаю, что они не боятся, следующие выборы далеко, они считают, что все это забудет народ, ну, а потом Жириновский расскажет, какой он пламенный революционер, оппозиционер, будет кого-то там клеймить и так далее, таскать за волосы. Я, кстати, послушал, и устроен был удивлен, оказывается, Дмитрий Гудков симпатизировал ЛДПР. Ну, это по версии Жириновского, знаете, у нас как, по версии такой-то ассоциации, по версии такой-то, кто-то там чемпион мира. По версии Жириновского, Гудков младший якобы симпатизировал ЛДПР, по версии Гудкова-старшего этого никогда не было. — Хороший вопрос от Александра. Вот Геннадий Гудков хотел, так сказать, разоблачить нескольких единороссов в их занятии бизнесом, после того, как его самого публично лишили мандата. — Нет, это неправда. — А раньше, что мешало навести, значит, направить в прокуратуру СКР необходимые документы на тех же самых единороссов? Знал про них, но молчал. Почему? — спрашивает Александр. — Ну, это полная чушь, потому что, во-первых, это расследование ведет наша молодежь, там, Илья Пономарев, Дмитрий Гудков, там сейчас подключается, по-моему, Антон Беляков и так далее. То есть, это такие молодые депутаты, которые наты с компьютером, с электронной базой данных, они там сформировали креативную творческую группу, и я думаю, что эта творческая группа скоро там натворит достаточно много дел, неприятных для чинуш. Что касается меня, то все, что у меня было, я всегда выдавал на публику, ну, достаточно вспомнить мои изыскания в области закупки автомобилей чиновниками в годы кризиса, когда мы вытащили 1200 машин, после чего там начались попытки меня скомпрометировать, оболгав, что я там якобы с какими-то мигалками езжу, с сигналами и так далее. Вот, не нашли ничего лучшего, как просто устроить элементарную провокацию. Поэтому все, что у меня было, я писал, все, я, если вы посмотрите за всю историю моих выступлений, я выступал и разоблачал очень много организаций, людей, которые воровали, откатывали, пилили, крали и так далее. Собственно говоря, вся моя думская биография этому посвящена. Вы в эфире, как вас зовут? Добрый вечер. Алло, здравствуйте, меня зовут Даниил. Добрый вечер. А вот обращаюсь к ведущему и к Геннадию. Вы знаете, очень обидно, что мы не вспоминаем, как создавалась правильная Россия и где, и кто ее как создавал, в каких пробирках. Все мы помним, как сначала сплили блок Родину, коричневатую такую, потом партию жизни и туда совершенный, абсолютный товарищ Владимира Путина, Сергей Миронов и все чекисты туда перебежали. Извините, Геннадий, но чекисты это на самом деле очень большой бич для страны. Все помним вот эти репрессии, которые действительно проводились, не те репрессии, которые сейчас. Они, ну как бы, ну это смешно по сравнению с 1937 годом. Это все дело рук как бы чекистов. За Истралию Россию никто не голосовал. А теперь давайте представим, как за Истралию Россию будет голосовать после удаления то есть проект Цуркова сработает и все болото, все Сахарова продолголосуют с правильной Россией. О чем они так мечтали? Я считаю, что ворон ворону глаз никогда не выклюет. Помните, как Геннадий освистывал в декабре. Сейчас встречают аплодисменты. Убежден, что это просто, ну знаете, как бы... Данил, спасибо. Не помню, что меня освистывали в декабре. Я помню, что действительно, когда я вышел, там некоторые несознательные товарищи с правой стороны, человек, наверное, там 30-40 кричал «Сдай мандат», но после того, как я сказал, «Мандат издадим», но после того, как от ними ворованы, все остальные начали скандировать «Молодец». Потом уже встречали мои слова аплодисментами. Наверное, у нас разные восприятия действительности. Но по поводу воронов? По поводу воронов, вы знаете, какая-то такая странная у молодого человека теория, заговора. Ну тогда, почему меня разрушили компанию? Почему там 3 тысячи, 2,5 тысячи человек уже остались без работы? А почему тогда прессуют моих родных и близких? А почему тогда вот эта позорнейшая история с попыткой уничтожения всяких предприятий, мне принадлежащих? То есть мне потом что, компенсируют банковским чеком там на 10 миллионов долларов, что ли? Я так понимаю. Нет, я так понял, там был заход через Владислава Суркова, который создал «Справедливая Россия». Я молодому человеку хочу объяснить логику развития. Мы все произошли с одной пробирки из Мирового океана. И от Адама пошли все люди, абсолютно все. И у власти, и в оппозиции, и преступники, и борцы с преступностью. Кто-то когда-то из какой-то пробирки обязательно появился. Важно не кто, кем был в пробирке, а важно, кто кем является на данный момент. Вообще, у человека есть по большому что-то настоящее, потому что прошлое это уже история о будущем многовариантно. И вот сегодня нужно смотреть кто кем был. Знаете, естественно, у меня сейчас посмотри, что там выпендривается у гудков из себя, там кого-то строит, какого-то лидера, какого-то там интеллекта, моральный авторитет получает. Кем он был? Грузчиком был? Был. Каким-то студентом завштатным был? Был. Тройки получал в восьмом классе? Получал. А он еще там пытается нас учить. Эти люди пытаются запретить мне ковыряться пальцем в носу, как говорил Вовочка, кто кем был никакого значения не имеет. Кто кем стал? Ельцин тоже был в сути продолжения, там худшее продолжение политбюро ЦК КПСС. Но однако в определенные моменты что-то там происходит. Ну может не самый удачный пример с Ельцином, но есть и другие более удачные примеры. Все руководители стран Европы восточной, которые сегодня обеспечили их выход в демократию, они все были партийные товарищи, за редким исключением. И тем не менее они встали на определенные своими там сословными интересами и абсолютно вошли в историю как прогрессивные деятели. Поэтому когда вот мне начинают эти говорят кто кем был, да кем, я вам могу другие примеры провести. Вот был Лимонов пламенный революционер, который там кидался на амбразуры. И что с ним произошло за последнее время? Нет больше, нет лучшего адвоката власти, чем сегодня Эдвард Лимонов. Мне даже его искренне жалко. И таких превращений очень много. Поэтому не надо вот кто кем был. Да, можно вспомнить историю, но давайте говорить о сегодняшнем дне и о будущем. И это будет абсолютно правильно. Сегодня Справедливая Россия, как ни странно, оказывается самой оппозиционной партией. И, по крайней мере, депутаты сегодня от Справедливой России во всех сложнейших и довольно, скажем, острых ситуациях участвуют. Поэтому кто кем был, не важно. Важно, кто сейчас как себя проявляет. Завершить наш разговор я хочу письмом Алексея из Новокузнецка, который написал «Геннадий, держитесь, страна и народ с вами». Спасибо вам огромное, что нашли время. Геннадий Гудков был сегодня в реальном времени на Финам-ФМ. Делайте выводы, господа. Далее новости.